Нам понадобится три абсолютно разных атрибута. Десятиунцовая боксерская перчатка, накладка бойца ММА и бинты. Представляем нашего героя. Максим Татаринов, 26 лет. Рост 1 метр 81 сантиметр, вес 82 килограмма. Чемпион России по боксу. Благодаря этому устройству, которое называется киктестер и смене атрибутов, мы узнаем, какой из ударов будет самым мощным. Для начала выясним, насколько серьезно может пострадать челюсть от сокрушительного удара рукой в боксерской перчатке. У Максима три попытки. Поехали! Итак, результат 434 килограмма. Если учесть тот факт, что порой достаточно и 15 килограммов для того, чтобы вырубить человека, попав в челюсть, это очень даже неплохой показатель. Лево-боковой перчатки для любительского бокса, 10-унцовый, большая амортизация удара происходит. И, конечно, результат был... А вот сильный же он или слабый, узнаете чуть позже. Главное, у нас появился ориентир. Тем временем мы меняем амуницию. Пришла пора проверить, на что годится удар рукой в накладке бойца ММА. Результат увеличился почти на полтинник и составил 480 килограммов. Да, бои смешного стиля, вид спорта-то пожёстче оказывается. В перчатке для ММА уже логично предположить, что и вес меньше непосредственно перчатки, именно защитного слоя, и амортизация удара меньше. Поэтому килограммы выросли, удар был также достаточно жёсткий. Ну что же, у нас появился новый ориентир. Теперь пришла пора выяснить, насколько мощным будет удар забинтованной рукой. Есть! Новый показатель 548 килограммов. Вот это да! Оказывается, самый зубодробительный удар может вылететь не в боксёрском ринге, не в клетке боёв без правил, а далеко за их пределами. Например, в тёмном переулке. Для того, чтобы увеличить силу удара, нужно прежде всего работать над техникой, правильно стояв и правильно запускав кулак только лишь. Но, конечно, если мы к этому будем добавлять работу с отягощениями, отработку ударов на мешке, на груши, на настенной подушке, это также будет давать должные результаты. Что ж, если вы уже почувствовали прилив энергии и поверили в собственные силы, то добро пожаловать на тренировку по боксу к Максиму. Не нужно искать приключений на собственную голову. Александр Кузьминых, Сергей Никитин, Семён Крапачёв. Всё включено. Удары коленями в прыжке, в доскоке, в голову, визитная карточка Кёкушина, особенно в твоём исполнении. Поделись секретами. Расскажи нашим зрителям. Ну, самое главное, то, чем отличается удар коленом, скажем, в Кёкушине, от удара коленом в тайском боксе, то, что в Кёкушине запрещен захват. Это самое главное. Поэтому приходится выруливать как-нибудь. Но, на самом деле, это и привело к тому, что очень мастерски бьют коленями. Особенно, скажем, Наричи Кацукамото для меня. Эталон этого дела. И Игорь Пеплов, мой товарищ. Который меня, кстати, научил тому удару, который я хочу сейчас показать. Давай, поделись, поделись техникой. Ну, это удар левым коленом. Вот, бьётся он так, что я сначала подгружаю печень, либо я руками её подгружаю, либо я там, например, бью, как я на мире вырубил парня, в печень сначала маваш, и потом идёт такое движение очень интересное. Я делаю разножку и одновременно толкаю плечом немножко противника. Вот так. Почему я толкаю? Потому что он не видит ничего в этот момент. Смотрите, ноги мои взведены. Я практически, собственно говоря, поменял стойку. Я не вижу, я вижу плечо. Я начинаю старт и в последний момент, в самый последний момент убираю плечо и наношу удар коленом точно в подбородок снизу. Человек падает в этот момент. Сейчас покажу. Вот я бью. Раз, например. Да, сюда. Да, ещё разочек. Раз. Да, сюда. Вот. Ну и в связочках сейчас покажу. Причём обратите внимание, уважаемые телезрители, что я выше Макса. Какой рост у тебя, Макс? 82. А у меня 1,88. Совершенно элементарно колено долетает в голову точно в подбородок. Ключ к этому движению, опять же, вот это скручивание бёдер. То есть не просто прямое движение, а я в конце как бы доворачиваюсь сюда, вот делаю такое специфичное движение, ну и можно это делать в разных вариантах. Например, сюда на ваши, да, сюда выношу. То есть интересно то, что я бью практически себе в бороду. Вот самое интересное, что я вот так учусь бить. Ты к себе рвёшь, да? Колено. Да. И дальше, когда идёт какой-то там замес, вот, я всегда готов вынести колено высоко. Вот. И второй момент, не всегда получается человека, ну, нокаутировать, но даже если колено выходит высоко, у человека маленькая паника. И вот в этот момент главное не упустить момент и сразу ударить по низу. И на выходе выйти. Это уже чаще всего приводит к победе. Ещё раз покажи, пожалуйста, вот как это происходит. Ну вот, опять же, я люблю из левши трамбовать. То есть бам, там, вверх куда-нибудь. Раз, по печени. Или наоборот. Печень, печень, колено в голову. На постановку тут же я повторяю в печень. То есть вот этот момент, что меняются уровни, он и приводит к результату, к такому. А в плане прикладного, вот есть какие-то нюансы? В прикладном вот так я делаю. Этот удар, этот удар у него нет отсечек, вот что хорошо. Раньше в правилах ИФК можно было хватать одной рукой. Вот очень здоровская тема, когда ты берёшь за шею вот здесь и встречаешь голову с коленом. Ну, практически осечек не бывает. Обязательно иногда он, как минимум. Если человек вот так вот хорошенько упирается, то мы бьём в печень. Это тоже очень хорошо работает. Да, вот. Но мне больше всего нравится, например, проходить бам, прихватывать и скрещивать вот так. Это очень здорово работает, очень здорово. Очень круто, очень больно, очень сильно. Это и есть особенности нашей российской школы кёкусинка и каратэ. Особенно школы Мэд Макс, да? Всё очень просто. Любой этому может научиться. Просто поднимите попу с дивана, придите в зал, а через полгода вы уже каратист. Макс, делимся секретами кёкушина. Из твоей файтинг-лаборатории. Давай. Лоу-кик. Лоу-кик – это основа, это хлеб кёкушиновца. Да. И смерть моих ног. Ну, вот зачастую говорят о реальность, нереальность и так далее. Я покажу такие самые варианты, которые легко используются для самозащиты, скажем так. Потому что мы знаем, что основная опасность для спортсмена – это он сам. Потому что достаточно часто люди провоцируют сильных людей, и потом за это расплачиваются оба. И тот, и тот. Поэтому гораздо лучше применять такой приём. Он достаточно гуманный. И как бы объясняет человеку, с кем он связался. Вот. Достаточно трудно будет устоять на ногах. Я обычно, когда бил такой удар, человека просто переворачивал. Сейчас покажу. Лоу-кик. Меня переворачивать не надо. Сегодня уже второй раз. Я примерю. Вот. И если как-то ситуация складывается не очень здорово, как бы вы понимаете, что человек хочет всё равно проверить, что с ним случится. Достаточно неплохой вариант развития. Вот. Вот так ударить его по ноге. В принципе, зачастую… Вот. Зачастую… У меня вес 121 килограмм. Видите? Если бы не подушка, я реально перевернул бы. Зачастую ему больше ничего не хочется. Вот. Можно на другую ногу. Более спортивный вариант, скажем, эту ногу вперёд поставить, если можно. Ага. Вот так. А, чтобы я тебе столько попал. Да, анди-хук очень здорово по кикбоксингу разбирался. Опять же, переход в левшу. Моя любимая тема. Переход в левшу. И отсюда, со смещением в сторону, я как бы ухожу сюда. Как будто вот просто шагаю. И в дальнюю ногу. Амач! Туда сажаю. Ещё раз. Даже если у него какая-то стрельба идёт в голову. Вот. Я сам дрался по правилам К1. Не один бой далеко. Вот. Амач! Сажать сюда. Вот. Это очень классный приём. По технике теперь давай тонкости. Моменты как. Куда ноги выходят, как выпрямляются, не выпрямляются, тянешь штупню, не тянешь штупню. Давай, все вот эти моменты и нюансы, пожалуйста. Я рекомендую бить прямой ногой, чтобы в момент реализации удара нога была прямая. Как упражнение тренирующие, эту функцию вот такую могу предложить. Мы выставляем концовку удара и пробуем протолкнуть. Отталкиваемся так, чтобы нога уходила назад прямая. Еще раз. Ставлю. И прямая нога. Почему это нужно? Потому что тогда я не ногой бью, а бью всем телом. Именно такой удар он эффективный. Получается, что как будто ломом удар наносится. Но я представляю свою ногу как топор. И есть два варианта. Есть удар, в принципе, который, как бы скажем, для кэнка карате, для схватки. Вполне достаточно. Это удар прямой ногой. Вот так. Я люблю бить вот этой частью вообще. Рубить топором. Чем выше, тем лучше, да? Вот сюда. Очень невкусно. Прямо перерубает, потому что тут мышцы нет, а есть связка. Только связка. Да, и она прикрепление мышцы. Вот здесь подрубать. Вот. И второй вариант более японский, когда как бы подхлест пятки вверх. За счет этого берется горизонталь. И вот так по горизонтали я срезаю. Сейчас покажу. Показываю. То есть через хлесткое движение. Такой удар зачастую бьется стопой. И он тоже ничем не хуже. Он тоже очень болезненный. Он мне твой больше понравился. Такой тяжелый, да? Он реально тяжелее. Он проще. По ощущениям. Хотя второй тоже. Можно на эту ногу покажу? Очень здорово получается, когда, допустим, я натягиваю человека, ухожу. Особенно вот даже как будто на правой прямой, например, тяну. И отсюда наношу удар верхом голени. Нога перерубается. Очень здорово. Поверьте мне, очень эффективно, очень тяжело, очень больно. Ну а если вы ничего не запомнили, а хотите научиться самообороне с помощью кокусинка и карате, смотрите наш следующий сюжет. К сожалению, в такой ситуации может оказаться каждый. Знакомьтесь, Богдан Курилко, пятый дан, год, зюрю, карате, до. Вместе с нашим героем мы разберем несколько простых, но очень эффективных приемов самообороны. Рассмотрим тот формат нападения, когда человек движется с целью все-таки нанести удар. Пересекаем бьющую руку, берем ее под контроль и тут же уходим немножечко под углом 45 градусов, так, чтобы избежать движения вот этой руки. И беру под контроль, опять же, трахею. Именно трахею, то есть я не пытаюсь воздействовать на мышцы шеи, я не душу вас. Моя цель трахея. Мы перекрываем дыхание, делаем жесткий фикс и в этот момент спокойненько роняю противника на землю. Лучше всего либо зафиксировать противника и дождаться милиции, либо провести добивающие, но не в жизненно важные органы. Не все запомнили, мы повторим. На вас не представившись, бросается бейсболист. Сближаясь, обхватываем бьющую руку сверху вниз и фиксируем ее. Своей свободной кистью хватаем за трахею противника. Делая подсечку, роняем его. Можно, конечно, добить, но уже вряд ли понадобится. Богдан, ну что, второе самое распространенное оружие, наверное, в самообороне – это нож, когда на вас нападают, да? А как действовать в такой ситуации, когда такое вот движение тычковое? Вот это движение тычковое самое опасное, очень-очень страшное. И первая задача – не обделаться. Если нам удалось не обделаться, необходимо взять под контроль бьющую руку. Брать под контроль необходимо локоть. Если вы контролируете локоть, вы контролируете человека. Дальше желательно освободиться от самого ножа. Проводим бросок. И чтобы было неповадно больше брать нож в руки, ломаем кисть. Итак, если вас атакуют злоумышленные с ножом, уходим с линии атаки за руку с холодным оружием, прихватывая его локоть своей левой рукой. Правой же выбиваем нож неприятеля. Той же кистью прихватываем его конечность и роняем по инерции. Можно попробовать и нейтрализовать саму руку, но это уже по желанию. Богдан, ну что, третья заключительная ситуация – самооборона от голых рук. Наверное, самая распространенная ситуация, когда человек вас прихватывает и начинает наносить удары. Как сделать так, чтобы не допустить избиения? Проще всего не допустить сам захват. Сбиваем руки. После этого сближаемся с противником и наносим ему тычковый удар в глаза. Психологический эффект очень сильный, потому что человек в этот момент забудет уже об атаке и будет думать только о том, как спасти глаза. Укол. Тут же переходим на сильный удар ладонями по ушам. После этого пальцы заворачивают уши.